30 ноября во втором высотном корпусе Казанского федерального университета стартовала школа-конференция, на которой собрались десятки молодых среди науки из разных регионов России. Открыло мероприятие «Приветственная речь» первого проректора, проректора по научной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского. По словам профессора, ключевая тема конференции актуальна как никогда, ведь технологии сегодня сменяют друг друга с геометрической прогрессией. Если раньше на их изменения уходили в руках, то сейчас, в лучшем случае, технологии живут 5-7 лет. Очень важно себя найти в этом быстро меняющемся мире. И проведение вот таких конференций студентов, аспирантов, молодых ученых является очень важной платформой для обмена своими знаниями, своими сомнениями, своими подходами к участию в научной деятельности, поскольку сегодня, опять же, меняется ландшафт не только научного знания, технологий, но меняется ландшафт человеческого общения. Программа школы-конференции включила в себя пленарные лекции и секционные доклады, на которых молодые ученые смогли представить свои научные исследования как в онлайн, так и в оффлайн формате. Была идея съездить, представить результаты перед коллегами, услышать критическое мнение на полученные результаты и, опять же, наладить научные связи с коллегами из КФО и других институтов. Мой доклад посвящен разработке способа иммобилизации лактобацил на природных агроминералов. То есть мы разрабатываем сейчас пробиотический препарат для сельского хозяйства. Мы будем кормить им курочек, перепелок для того, чтобы улучшить их жизнь, чтобы исключить из их рациона антибиотики, то есть такая альтернатива антибиотикам. И считаем, что это будет научный прорыв, выйдет на рынок обязательно, и мы сделаем свой вклад в науку, в технологии, которые сейчас развиваются. Отметим, что Всероссийская школа-конференция продлится до 2 декабря. По словам спикеров, она станет хорошим стартом для развития участников в научной направленности. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Неверньюс.